Мы вернулись! Главное культурное событие года открытие Красноярского драматического театра имени Пушкина после реконструкции. Три года труппа работала на различных площадках города, а 17 февраля вернулась в обновленный театр. На капитальный ремонт было потрачено полтора миллиарда рублей. Убранство залов представлено в первоначальном великолепии. Например, воссоздана лепнина, повешены шикарные люстры, но главная сцена теперь имеет возможность различных трансформаций. Большое вам спасибо! Проект просто был сделан замечанием такого... Я думаю, что немногие могут похвастаться, может быть, только Большой театр и Мариенко. В этом году в Крае отметили юбилеи особых районов. Эвенкии и Таймыра им исполнилось 85 лет. Именно там добывают нефть, газ, медь, никель и другие металлы. На празднование побывал губернатор Виктор Толоконский. Кроме посещения концертов, проинспектировал надежность энергоснабжения Дудинки, где сейчас тройная защита от аварий. А также пообещал решить проблему транспортной удаленности Эвенкии. Я уже дал поручение, я думаю, уже с начала будущего года будет обновлено расписание, будут добавлены воздушные суда, будут добавлены субсидии, чтобы живущие в Эвенкеи люди не чувствовали никакой вот этой оторванности от Большой земли. 29 октября в Краснодарске произошло историческое событие – открытие четвертого моста через Енисей. На строительство из федерального и краевого бюджетов было выделено 12 миллиардов рублей. Переправу возводили более 2000 человек, и строителям понадобилось всего 4 года вместо 5 планируемых. Этот мост не только разгрузит городские дороги, но и станет важной транспортной артерией во время проведения в Красноярске Всемирной зимней универсиады 2019 года. И в этом году началось строительство нового терминала аэропорта Емельянова. Событие также историческое. Планируется, что всего через два года в Красноярске появится современный аэропорт. Он будет построен между старым терминалом, который капитально отремонтируют, и международным. Новый аэровокзал сможет принимать 3,5 миллиона пассажиров в год и будет оснащен эскалаторами и телетрапами. На сегодняшний день мы используем самое современное оборудование, самые последние разработки, которые буквально год-два. Те разработки, которые еще в России даже не используются. 2 апреля в Красноярске заработали платные парковки. Этот проект горожане встретили прохладно и до сих пор не спешат платить. Сборы за 9 месяцев составили меньше 100 тысяч рублей. Впрочем, ситуация в следующем году кардинально изменится. 24 декабря депутаты Законодательного собрания края во втором чтении приняли поправки в закон, по которым вводятся штрафы за неоплату парковочного места. Для физических лиц от 300 до 800 рублей, для юридических от 1000 до 1800. Конкретные суммы будут определять административные комиссии. Новые правила вступят в силу после того, как закон подпишет губернатор и через 10 дней после опубликования документа в официальной газете. В этом году было много трагедий. В апреле полыхало в Хакасии на юге Красноярского края. Пожаром было охвачено 38 населенных пунктов. 32 человека погибли, сгорело свыше 1400 домов. Более 6500 человек остались без крова. Красноярцы откликнулись на эту трагедию и массово собирали гуманитарную помощь. Уже летом в Хакасии на юге края были построены дома для погорельцев. В конце ноября в Красноярске 11 человек умерли. Более 50 пострадали от поддельного виски. Обвинение предъявлено 6 продавцам и поставщикам отравы. В крае прошли массовые рейды и проверки на складах и в магазинах. Но до сих пор актуален призыв силовиков. Не покупайте сомнительно дешевого алкоголя ни в интернете, ни в павильонах или с рук. 27 ноября в крае был объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В двух километрах от аэропорта Игарки разбился вертолет Ми-8. На борту было три члены экипажа и 22 пассажира. Работники компании «Ванкорнефть». Они летели на нефтеперекачивающую станцию. В результате крушения на месте погибли 10 человек. 15 доставили в Красноярскую краевую больницу, где от травм умерли еще 2 человека. День траура в крае дважды объявляли и летом. 9 июля в Балахтинском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус, который ехал из Лесосибирска в Шушенское, и рейсовый автобус из Кызыла. В результате этого ДТП погибли 11 человек. Не прошло и двух недель, как еще 11 человек погибли в аварии с участием автобуса. 22 июля в Козульском районе столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Красняцка в Шарыпово, и фур, обруженная бытовой химии. Я помню, что полетели все вперед. Я потом очнулась, я уже лежала возле автобуса. Главное политическое событие года – выборы по новой системе. 13 сентября в крае выбирали органы местного самоуправления. Особую важность этому выборному циклу придал тот факт, что теперь по закону края главы районов и сельских поселений выбираются специально созданной комиссией. Кандидаты проходят профессиональный отбор, а утверждают их как раз муниципальные депутаты. Так, по оценкам политологов, около 40% глав – это новички в политической системе районов края. А значит, новая схема обеспечивает эволюционное обновление политических элит. На нынешнем этапе нужны хорошие управленцы, нужны энергичные люди, которые бы попытались свежий воздух в муниципальное управление обеспечить, приток свежего воздуха. И победа года – череда чемпионств хоккеистов Енисея. В марте Красноярский клуб разобрался в финале с московским «Динамо» со счетом 5-2 и стал чемпионом России. В октябре наши хоккеисты в сухую 5-0 выиграли финальный матч у шведской команды «Сандвикин» и завоевали Кубок Мира. А еще между этими победами пять енисеевцев и старший тренер Сергей Ломанов представляли клуб в сборной страны. Неудивительно, что Россия победила Швецию и стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Особо тот матч запомнился тем, что наши проигрывали 1-3, но собрались и героически выиграли со счетом 5-3. И после каждой победы хоккеистов Енисея горячо встречали красноярские болельщики. Эмоции вообще классные. Даже вспоминаешь, смотришь на фотографии, иногда даже слезы на глаза наворачиваются. Все-таки за этой победой стоит большой труд. Андрей Стародым. Новость.